Я, кажется, еще одну причину понял, почему ты сейчас не решился на фенеровке. Свет отключили? Да. Это тоже, да. У меня после виза рана вчерашнего ноги вообще болят. Я на границе пошел по магазинам, смотрю наушники, а потом Саня замечает, что не сделал. Загубь, пацаны. А не как я в первом раунде выложил все карты на стол, а потом... Мелочью отбивался. У меня такого в жизни не было, чтобы после боя у меня колотки болели недели. Ну недели уже мне болят, поэтому с ними... Подошло ЧП с Колей вот здесь, вот эти штуки, потому что с воробой очковать не могу. Проект «Напролом» реалити-шоу, где все по-настоящему. Самый крутой реалити-сериал о единоборствах, где участники сквозь боль, пот и кровь идут к своей цели. Кто-то ломается на тернистой дороге, а другие показывают характер, сжав зубы, идут вперед. Условия комфорта минимальны, это не для каждого. Здесь жесткие тяжелые тренировки на износ, вкус победы, горечь и разочарование. Боли и характер, жажда к цели. Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новых серий. В этом реалити может принять участие каждый. Ссылки в описании. Пацаны, у нас экстренное включение. У Санька бой через неделю приехал, у него травма ноги. Сань, рассказывай, что произошло. Это еще место, еще с последнего поединка. Оно болело на касание. Но последние два дня здесь появилась шишка и такое жидкое наполнение какое-то. Поставь вторую ногу для сравнения. Она же опухла у тебя. Посмотрите, так нормально опухла. Реально, в раза два, наверное, Санек. Это нормально, да, это чуть больше. Скажи, сильно болит или разницы особо не чувствуешь? Переверка была до этого. Оно практически не болит. Но когда кто-то влупит сюда, то оно очень чувствительно. Но мы с тобой, когда первый раз работали в спарнингах, ты мне сказал, что я вообще не трогал. Ты фа говорил об этом? Да, я ему сказал. Он мне сразу два раза пробил. Я ему только с третьего раза понял, что сюда не надо бить. А потом мы с чаем. И чай тоже. Уже пробил сюда. Я ему тоже сказал. В начале один раз. Он пробил. Я там прямо упал, он извинялся. Но после этого, где-то через пару часов, она начала опухать. Я считаю, друзья, что должно быть так. Этот раз он должен подойти нормально к поединку. Потому, если пару дней проходить не будет, подойдешь к фа, скажешь, фа, вот так и так. Нога болит, не могу выступать. Просто если он не понимает, что надо отдохнуть дать, то будем брать таким методом отдых. Ну, посмотрим тогда, если будет херово. Саня, тебе же пора этот пояс забрать. А как же? Надо подойти нормально, конечно, хочется. Колян, как у тебя дела? Хорошо, все. Все уже почти восстановился. Ноги еще болят. Кулаф чуть болит, наверное, мы с понедельника уже все, на 100% буду на дремлевках уже пахать. Расскажи, как ты сегодня упал? Ну, мы все бежали на пляж, купаться, там это как раз был до пляжа обратно, то есть там прибежать, купаться. И вот бежал, а там где-то дорога была сужение, получается, обочина исчезла. И там эти железные такие мини-отбойники стоят, чтобы тот, кто съезжает на обочину, их чувствовал. И вот один такой я спотнулся. А что ж ты ноги еле волочишь? Ну, я упал на руки, то есть, ну, так чуть-чуть поцарапал. Ну, объясни, что ты ноги еле волочишь? Да, к ним болят, отходят потихоньку после боя. У меня все еще все синюю нога уны. Ничего себе, так это уже прошло больше 10 дней. Да, неделя прошла все еще фиолетовая. Но это, я уже понял, синяк сходит через это. Ну, все, он болит, как бы, и вот сегодня я переводить первый раз убежал. Говори, что руками не можешь бить, кулаки болят. Да, кулаки болят, я думаю, это из-за того, что сильно их затейпировали, и места было мало в перчатках. И они у меня были полужатые. Из-за этого у меня вот эти казанки, они очень сильно болят. Потому, друзья, мы знаем, что если плохо затейпировали, некомфортно, нужно сказать об этом. Пусть переделают. Перчатки-то одевают за минуту до боя, там уже не перетрыпили. А, ты в перчатках? Да, то есть в перчатках нормально было, а получается из-за этих больших тейпов, ну, и рука как бы у меня не маленькая, она просто в перчатку не влазила. Мы ее засовывали очень долго. Мы же на бой поздно вышли, потому что не могли руки в перчатки засунуть. Колян, ты прикинь, как башка болела у этого француза? Шведа. Шведа. Ну, согласен. Ну, ты, короче, отдал, отдал же Саню. Если бы у меня была больше, ну, была бы правильная, ну, там, он еще больше бы у нее болел. Я, получается, ему бил открытой ладонью вообще вот так вот, как бы антинокаут. Когда у тебя бой? Пока еще ничего не сказали. Сказали, когда у меня зажмут ноги, уже будем разговаривать. Нормально. Ну, пацаны, отдыхайте, вижу, картишки прикупил. Да, ездил в Малайзию, там, смотрю, в Дьюти-фри были картишки, там, взял конфеток, шоколадок, картишек. Так вы вот на сладостях сидите, кайфуете? Кайфуем, на сладостях. Ну, уже они уже приелись, так что мы их уже не едим, они просто стоят. Так, время от времени по чуть-чуть. Мажоры. Саняк, я так, Павел, что у тебя вообще тут нормально с каляном? Вон, где-то там кто трубочек купит, кто печенье, кто тут привезет шоколада. Ну, да, вот наушники тоже. Да, наушники, это подарил Саня. Наушники порвались. Я был там на границе и взял нормальные наушники Саня. Саня, красавчик. 130 бат, что ли. Теперь можешь слушать музыку нормально, нет? Ну, слушал, порвались наушники, вот я ему новые купил. Ну, пацаны, а как по-другому? У них тут напролом, надо друг друга поддерживать Саня. Нормальные наушники, все четко? Да, отлично. Хороший подарок. Красавчик. А спасибо сказать? А сказал же. Ну, все, красава. Да, да, это я так. Ладно, поехали дальше. А сейчас хочу осветить одной из ситуаций. Как происходит подбор противников в Таиланде? И как вообще тайцы живут на поединках, как зарабатывают деньги? Как набивают свой рекорд? И когда мы слышим там 300-400 поединков, мы в шоке. Как такое может быть? А сейчас я вам немного об этом расскажу. Пришли мы с пацанами просто посмотреть поединки. И здесь тренер Фа подходит и говорит, слушай, там один из бойцов не хочет драться против своего противника. Он его увидел и зассал. Колян, ты не хочешь пойти подраться? Так, между прочим, типа это, ну, пойти заработать там своих 100 долларов. Конечно, Коляна мы не отпустили, потому что Колян 10 дней назад бой провел, еще толком не отошел и толком не тренировался. Но у тайцев это нормальная практика. То есть тайцы могут просто драться раз в неделю, пора с лапы побить, кроссик побегать, и то можно и без кросса. И они реально готовы выходить. Вот мы видим, здоровило стоит, вот это в черной футболке, и он реально сыт драться с этим тренером, который 90 килограмм тайчик, вот этот маленький, толстенький. А вот тайчонок, которого боялся Фаранг. Метр шестьдесят пять ростом, может 85 килограмм. Явно не в самой лучшей форме. Он тупо съезжает, и хотят, чтобы Колян дрался. Ну, а килограмм двадцать, два тайца больше и суть. Подходят к Колину, говорят, этот американец не хочет драться с тайцем, ты не хочешь подраться сегодня. Ну, как так можно, пришел на ринг, пришел драться вот уже прям в день боя и говорит, что я не буду драться. Вы представляете, как этого тайца очкует? Видно, знают, что он реально бьет, как лошадь. Вот такое здоровило и такое очковое, представляете? Этот тайц в два раза меньше и весит на 20-30 килограмм меньше. В общем, Колина мы не отпустили, а Толстун тренер ушел домой, не забрав своих 4-5 тысяч бат. Но нашли другого тайца, который, ну, совсем с виду не очень, скажем так. Просто назвонили, этот тайец пришел и он готов драться. Он даже толком не разминался и пошел в ринг. Давайте посмотрим, что это был за поединок и как тайцы зарабатывают деньги на поединках. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поесть... Поесть... ый этот? Поестьб examine..... Поесть... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Боец, ты хочешь стать лучше? Открой для себя секреты тайских боксеров, выносливость и здоровье, травяные капсулы, учай планк, восстановление и реабилитация, тайские спортивные бальзамы, концепция Muay Thai, продуктивность на тренировках и в жизни, электролиты, концепция Muay Thai, эксклюзивная экипа, ручная работа, spirit of a warrior, фармакологические рецепты, поддержки спортсменов, курсы обучения, все то, что держат под грифом секретно, на сайте abcshop.su, переходи, ссылка в описании и не забывай, подписаться на канал, здесь много обучалов и реалити-шоу на пролом. Хаваи буайтай, а где наш, ревяクаренный в Хаваи буайтай, tiles out. Короче, здесь у нас столица Соппинга, Таиланда. Мы зашли посмотреть смотки от стадиона, где будет проходить поединок. Пока ждем. Гуляем. Пробираемся сейчас через черный ход на стадион. Так не пропускает. Бойцы. Организация турнира хромает. Я думал, что Нароваев организация турнира хромает. Наровая отличная организация. Наровая там ЕМЦИ по сравнению с этим. Последнее приготовление. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.